За пять лет депутаты Оренбургского горсовета нынешнего созыва провели 43 заседания и приняли больше тысячи решений. В их числе выделение средств на ремонт дорог, строительство учреждений в социальной сфере, благоустройство дворовых территорий, а также принятие законов на муниципальном уровне. Однако, по мнению социолога Галины Шишуковой, большинство горожан не знает о деятельности представительного органа. Одобряли деятельность городского совета в апреле прошлого года 8%, в июле этого года 11%. Не одобряли. В апреле прошлого года 30%, в июле этого года 24%. Затруднились с ответом или вообще не знают такого органа власти, как городской совет, в апреле прошлого года 62%, а в июле этого года 64%. Абсолютно запомнились. А они были разве? То, чтобы они пообещали и выполнили, этого очень даже недостаточно. Шли изменения по бюджету, этот бюджет корректировали неоднократно. В сторону увеличения, в сторону его правильного грамотного освоения. Вот мы в доме живем, у нас нет площадки. Обращались с депутатом, сказали, ждите. Чего ремонтировали? Спуск? Столько денег угрохали? Нет, не запомнилось. Вот единственное, конечно, то, что вот набережная такая стала красивой, но это благодаря нашему губернатору. Антирейтинг городского совета среди тех жителей, которые что-то знают о деятельности городского совета, два с половиной раза выше, чем рейтинг одобрения. По мнению журналиста Татьяны Ленковой, этот созыв депутатов, несмотря на внешнюю позицию соглашения с мэром, был скандальным. Отмечу, что состав отличился в нескольких судебных разбирательствах, а также в криминальных хрониках. Однако, по мнению Татьяны Ленковой, конфликты возникали лишь в кулуарах, в борьбе за личные, в том числе и финансовые интересы. А вот оренбуржцы так и не дождались участия депутатов в решении их проблем. Без реакции депутатов прошла даже, например, пенсионная реформа. Они никак не отреагировали, хотя их избиратель, население, мы, мы негодовали, мы возмущались, да. А никто не спросил, никто не отправил обращения. Вас выбирали, чтобы вы защищали наши интересы. Не просто, чтобы вы латали дороги, да, и не просто, чтобы вы там заборы поднимали. Депутат, он не должен оставаться таким коммунальным работником. На медицину, образование. Важно, чтобы они успели в сроки закончить ремонт дорог, которые начали. Мне бы хотелось, чтобы они сохраняли наше культурное наследие в виде поддержания состояния наших исторических зданий. Нужно обращать внимание именно на благоустройство города, на реставрацию старых зданий. Порядок, чтобы в городе был, в смысле, визуально. Отмечу, что на каждой из 20 избирательных округов на реализацию наказов горожан ежегодно выделяется около 10 миллионов рублей. Эти средства депутаты должны потратить на благоустройство округа. Однако, по мнению Татьяны Ленковой, депутаты должны не только решать проблемы жителей, но и защищать их интересы. Анастасия Клёсова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.